Прекрасный гимн, дорогие друзья! И вот в продолжении у меня есть желание поделиться словом из книги Писания и иметь рассуждение. В основании я взял место Священного Писания, которое записано в книге пророка Иеремия, 9 глава, 23-24 стих. Иеремия 9, 23-24. Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью Своею, да не хвалится сильной силою Своею, да не хвалится богатый богатством Своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это угодно мне, говорит Господь. Я назвал свою проповедь «Я Господь, творящий милость и суд и правду на земле». Бог, Он свят, Он праведен всегда, но мне нравится, что Он и милостивый Бог. Бог обращался к народу Своему, Израилю, и вот через пророка Иеремии Он искал всегда отношений близких с народом Своим, потомками Авраама, Исаака и Иакова. И вот в 18 главе записаны такие слова с 1 стиха. «Слово, которое было к Иеремии от Господа, встань, сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал, свою работу накружали, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке своей, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшочнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне. «Не могу ли я поступить с вами в дом Израилев, подобно горшечнику этому?» – говорит Господь. «Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на которого я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое побыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться голоса моего, я отменю то добро, которое хотел облагодетельствовать его». Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, «Так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь к каждое злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши». Это Бог, любящий народ свой. Это Бог, Он в плане Своем за беззаконие положил наказать этот народ. И Бог говорит, если вы исправите пути свои, отвернете злых путей, будете искать лица Моего, будете исполнять Слово Мое, «Я отменю наказание». Инициатива здесь Бога. Дорогие братья и сестры, мне особо неприятно читать следующий стих, это 12. Это народ ответил Богу. Но они сказали, не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого своего сердца. Мы не можем Бога полностью понять, но я не могу людей понять, потому что люди те были такие же, как и я. Когда они в упорстве своей сказали, даже не думая, Елемия, говорить нам слова от Бога, мы будем поступать по упорству сердца своего. Насколько жестоковыль народ. И как Бог всегда, во всё время искал, чтобы собрать, как птица, птенцов, чтобы обогреть и благословить людей, чтобы иметь с ними общение. Бог всегда был неизменен. И вот одно из ярких примеров любви к Богу к человеку и правильного отношения человеку к Богу записано в книге пророка Иона. В первой главе, первые два стиха, и было слово Господня к Ионе, сыну Амофеину. «Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нём, ибо злодеяния его дошли до меня». Бог не мог обратить внимание на зло, которое творил народ. Он обратил и сказал ему, «Иди и проповедуй». Мы знаем эту историю, как пророк Иона не послушал, убегал, потому что он даже этому народу не хотел говорить о Боге. И далее мы читаем в третьей главе, четвёртого стиха, когда Иона повиновался Богу, и начал Иона ходить по городу, сколько можно было пройти в один день, и проповедовал, говоря, «Ещё сорок дней Неневия будет разрушена». И поверили Неневитя, а не Богу. И объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Неневии. Он встал с престола своего, снял с себя царское обличение своё, и оделся во вретище, и сел на пепли. И повелел провозгласить и сказать Неневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище, и воды не пили. Чтобы покрыли себя вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу. И чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, ещё Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведёт на них, и не навёл. Народ жестоковын, предательство, преступления, которого дошли до неба, и вопль. И Бог увидел, что они раскалились в пепле и прахе. И Бог помиловал. Вот здесь я вижу Бога, Бог, который полон милосердия, который творит милость, суд и правду. Он милостивый, Он добрый Бог. Он был всегда таким. Это в древности написано. Знаете, я верю, я человек реалист, но я верю, что и сегодня мы молимся о стране, в которой сегодня война. Я верю, Бог силен сделать сегодня чудо, остановить в одно мгновение. Если народ, именующийся в древней книге за тысячу лет до Иисуса Христа были сказаны слова Бога, «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, и я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Я верю, что Бог сегодня готов остановить в один момент. Как хотелось бы, чтобы славу вознесли Богу, единому, чтобы люди смирились, и Бог силен это сделать. Мы понимаем, что Бог управляет всем миром, Его власти, и через все даже бедствия Бог достигает Своей цели, и потом мы увидим, что это было во благо. Но Бог всегда искал человека и всегда хотел проявить к нему милость, ко всему народу. Мы прочитали, когда Бог действовал и говорил ко всему народу. Бог действует так же и индивидуально, разговаривая с человеком. В 4-й книге царств 20-я глава, 4-я книга царств, 20-я глава, с 1-го стиха записаны такие слова. «В те дни заболел Иезекия смертельно, и пришел к нему Исайя, сын Амосов, пророк, и сказал ему, «Так, говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отвратился Иезекий лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и спреданно тебе сердцем и делал угодное в очах твоих и заплакал Иезекия сильно». Исайя еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. «Возвратись и скажи Иезекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя в третий день, в третий день пойдешь в дом Господен и прибавлю к дням твоим пятнадцать лет и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город этот и защищу город этот ради себя и ради Давида раба моего». Это народ Иезекия, который правил народом Божьим, народом Израиля, был царем в Иерусалиме и в одни свои он поступал богобоязненно, но Бог поставил предел жизни его и мы видим сокрушился Иезекия, молился и просил и Бог ему продлил, послал выздоровление и продлил годы жизни. Это было благословение и это был ответ на смирение и молитву царя Израильского. Бог разговаривает и индивидуально с человеком. Мы знаем, читая историю, потом видим, что по его смерти воссорился сын его, которому было 12 лет, монассий, и это был нечестивый царь, который принес много зла и отвратил народ от Бога живого. И мы понимаем, читая, может быть, благо было, если бы Иезекию Господь забрал, чтобы жизнь его остановилась и не было бы тогда наследника у него, который встал на царство и развратил народ. Но Бог действует по своему изволению, но сердце его, он Господь, который творит милость, суд и правду. Мы живем во время благодати, во время, когда Господь Иисус Христос пришел на эту землю, но Бог вчера, сегодня и во веки тот же. Он Бог, творящий милость, Он благий, Он добрый, Он всегда ищет человека. Мы на неделе имели беседу добрую такую с братом, и он свидетельствовал, что я заболел и его поместили в госпиталь, его состояние было настолько близко, я, говорит, понимал, врачи, это смерть. Я, говорит, не боялся смерти, но я понимал разумом, я иду в погибель, потому что я знал о Боге, давал обед Ему в юности, а потом ушел от Бога. И он свидетельствовал, я, говорит, обратился к Богу, молитв, и просил прощения. И Бог помиловал, Бог простил, Бог очистил, и дал Ему радость спасения, полный мир душевный, и болезнь удалил, и дни жизни продлил. Бог и сегодня тот же, Он милосердный, Он творит милость, суд и правду. Он поступает по праведности, Он ищет всегда человека. И Он говорит, это как, я понимаю, как знамение для Него, Бог освободил от греха. Говорит, я 50 лет курил, и тут вдруг мне этого не нужно, абсолютно, и организм не требует. Это настолько Бог милостив и сегодня, дорогие братья и сестры. Только знаете, я понимаю Бога, который не хочет ложить на постель и приближать к смерти, чтобы смерть посмотрела в глаза, и тогда человек только понял или осознал, или вспомнил и воззвал к Богу. Бог желает и в детском возрасте, и в юношеском возрасте, и в молодом возрасте, и когда мы еще здоровы, ходим и крепкие, тогда, чтобы обратились к Нему и служили. Бог Он творит милость, суд и правду. Это сущность нашего Бога. Он всегда справедливый, Он всегда праведен, но Он всегда милосердный Бог. И знаете, я в рассуждении так подумал, Бог дал свободу от греха. Но мы знаем из практики церквей, христиан наших, когда беседуем, когда человек обращается к Богу, и потом у него как, знаете, как какой-то острый нож, который не дает следовать за Господом. грех, которому он опять падает, встает, опять падает. Вот эта зависимость, которая была. Почему одному Бог дает свободу от греха так легко, а другому не дает? Это в Боге причина или в человеке? Слово Божие нам открывает Господь Иисус Христос сказал, что от времен Иоанна Крестителя и по ныне Царствие Божие с силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. То есть силу нужно приложить, чтобы достичь вечности. Братский мужской хор прекрасно пропел гимн. Видится издали святая страна. Немного усилий, и я буду там. Немного усилий. Жизнь это борьба. Бог, освобождая нас от греховной зависимости, от греха, вводя в Царствие Свое, Он не лишает нас доброй воли. Мы не становимся ведомыми Богом, невольными людьми. Воля доброй человека остается всегда при Нем. И человек всегда волен выбирать. Дорогие друзья, я сегодня в начале собрания обратился к тем, у кого есть телефон, и я попросил, чтобы вы во время служения не воспользовались им. Кто не воспользовался? Руку не надо поднимать. А кто воспользовался салфоном? мне нравятся слова, которые записаны в первом послании Иоанна. Вторая глава, 14 стих. Первая Иоанна, вторая глава, 14 стих. «Я написал вам отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Мне очень нравится этот стих. Мне очень нравится быть победителем. Жизнь это борьба, и она происходит во всем. Если кто-то воспользовался салфоном, а почему вы это сделали? Я же попросил вас по дружбе. Это ваш выбор был. Если вы не воспользовались, вы победили. Маленькое может быть обещание в сердце своем. А если вы воспользовались, вы проиграли. Вы остались побеждены. Мы сегодня в начале в первой проповеди слышали, брат говорил об искушениях. Искушения нас встречают каждый день, каждого человека. Победишь ты или будешь побежденный зависит от тебя. Бога никто никогда не обвинит в искушении, что Бог меня искушает. Бог не искушает никого. И Бог всегда дает силу. Дорогой брат и сестра, если в искушении ты упал, твоя вина, ты побежден. А если ты искушение любое, сухон взять, такое простое, во время богослужения, ты победил это, ты победитель. В любом искушении, пусть курение, наркотик, алкоголь, зависимость, любая, это дьявольская стратегия украсть, убить и погубить потом. Если ты победил, Бог нам дал средства. Вы заметили? Я написал вам отцы, потому что вы познали безначального. Как можно познать Бога безначального? Вот оно слово и Дух Святой живущий в нас. Когда мы исследуем Писание, тогда познаем Бога. И когда мы исследуем, познаем Бога, который творит милость, истину и суд. А далее написано Я написал вам юноши, потому что вы сильны. А почему сильны? Слово Божие пребывает в вас, и вы победили Лука Аваева. Вот оно слово Божие. Вот почему мы говорим всегда, дорогие братья и сестры, очень важно иметь личное исследование Писания, чтение Писания. Очень важно слушать Писание и его в сердце вкладывать. Очень важно слушать Писание и его исполнять в жизни своей. Очень важно посещать Bible Study. А А что оно дает силу устоять. Каждый из нас подвергается искушениям каждый день. Позвольте сказать, каждый час – это борьба. И вот кто устоит в этой борьбе, тот восхитит Царствие Божие, получит его. Это милость Божия. Когда мы читаем послание к римлянам в 8 главе, здесь описывается вот эта внутренняя борьба, которая происходит у христианина. Это написано для христианина. когда наша адамовская природа и дух возрожденный, они противоборствуют. Дух желает к Богу стремиться, а плоть желает земного. И кто побеждает? Давайте таким простым языком скажем, а кого мы больше кормим, тот и сильнее, тот и победит. Если плоть нашу, которая стремится, адамовская природа, мы будем питать, а о душе не беспокоиться, тогда душа в слабом состоянии, тогда падение приходит. А когда мы питаемся Словом Божиим, когда мы дух наш питаем Словом, имеем общение друг с другом, рассуждение, исследуем Писание, тогда мы сильны противостать и победить лукавого. Как бы я хотел иметь эту победу, дорогой друг, я думаю, и ты бы хотел иметь эту победу. Бог, который всегда искал общение с человеком, и он потом, видя, что человек не способен настолько устоять и быть верным ему, исполнить заповеди его, он послал Сына Своего, Иисуса Христа, смерть Которого и воскресение мы не так давно вспоминали. Тот, Который был на этой земле, вознесся и послал день 50 Дух Святой, Который сегодня через слышание Слова Божия он возрождает веру. Вера, она приходит от слышания Слова Божия и возрождает. И тогда человек видит себя греховным в очах Божиих и тогда склоняется и обращается к Богу и Бог верен. Он милосерд, он возрождает Дух для новой жизни. Это новая жизнь христианина, но это борьба. И в этой борьбе, дорогой брат и сестра, тебе и мне нужно победить. Знаете, не всегда бывает так, как с Изекией, не всегда бывает так, как с братом, которым мы имели беседу. На этой неделе я ехал и пришло сообщение, что наш брат Мухаммед умер. Для меня было такое, я думаю, Господи, как, мы же только во вторник молились. У нас там Анита Сан в Таиланде, Мухаммед Ливан. Это наш брат, которого мы знаем, которого мы любим. Как он умер? Он же здоровый, крепкий еще. У него же служение в Ливане, там тысячи людей, беженцев. У него там такая структура, он планы поставил и госпиталь, и больницу, и школу, и все. Я потом, помните, брат Мухаммед был здесь, как он здесь проповедовал и говорил, я говорил, Господи, возьми меня уже на небо. А Бог говорит, нет, Мухаммед, ты еще не все сделал. Я так подумал, может, Мухаммед все сделал. Бог забрал. Мы не знаем причину, как эта смерть была, но насилия над нем явным не было. Я верю, что Бог не ошибается. У Бога под контролем вся земля. У Бога под контролем жизнь отдельного человека. Иезекий, которого он явил милость и продлил жизнь. И у Бога жизнь Мухаммеда, которого сказал, зайди ко мне. Мы понимаем, что то служение, которое имел в семье, никто не восполнит. То служение, которое имел, знаете, как говорят, людей незаменимых нету, но я понимаю, что есть люди, на которых держится какое-то общество или какая-то структура или какой-то бизнес или его служение мессианское. Я радуюсь, что у него там есть люди, с которыми он работал и верю, что оно продолжится. Я рад, что сын сказал, до встречи с папой в небесах. Это печалит нас, потому что мы не имеем брата больше. И для меня трудно представить, Мухаммеда здесь больше не будет никогда. И он с нами не будет проповедовать. Но по его словам, по его вере, по его служению Богу, он говорит, Мухаммед, я еще тебя не беру, потому что ты не закончил дело, которое я тебе поручил. А вот теперь Господь забрал. Дорогой брат и сестра, Бог каждому христианину поручает дело. Одному человеку, которого любят, он выходит на встречу и говорит, прими меня, я тебе дам новую жизнь и жизнь с избытком. Эта жизнь, она никогда не закончится. Когда ты даже умрешь, ты будешь иметь там, в святой отчизне, место со мною. Его призыв нежный. Бог не хочет нас наложить на одро болезни, приближать к смерти, чтобы мы воззвали. Дорогой друг, может, ты слышишь сегодня призыв? Если ты находишься с нами или ты находишься в прямом эфире, сегодня время спасения, сегодня можно обратиться и получить дар жизни вечной. Дорогие братья и сестры, каждому христианину Бог дает дело, которое мы должны совершить в семье нашей, в обществе, где живем, в церкви. поторопись совершить, потому что день завтра может не блеснуть, и солнце не осветит нас. Это призыв к тем, кто еще не обратился, и призыв к каждому из нас, дорогой брат и сестра. Мне очень нравится читать любую книгу, послания, первые и последние слова. Вот послание к римлянам в последней главе, там заканчивается на приветствие, я думаю, что же там апостол сказал римлянской церкви, последние слова. Это будет тогда, значит, 16 глава, 19-20 стихи. Ваша покорность вере всем известна, потому и радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просто на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Помолимся, поклонимся Господу нашему.